Вопрос этого, основной центральной плечи Веларфов, это вопрос о том, какова реальность. Вы начинали сегодня с этого, что, я цитирую, свидетельством верить не очень можно. Правда, не пояснили почему. Я догадываюсь, но может быть у вас другие предпочтения? Нет, свидетельством верить нельзя, ровно потому, что это свидетельство людей, заинтересованных в определенном видении этой истории. Ну, заинтересованных. Давайте перейдем к следующему вопросу. Я опять-таки возвращаюсь к вашему монологу. Вы говорите, что доминируют не аргументы, а мифы, но мифы превращаются в образцовые, как я понимаю. Вот это и есть логика. И, следовательно, здесь наверняка у Саши тот же вопрос, я думаю, я его произнесу, и он уже назрел. У нас двоих. Образцовые мифы. Это мифы, создаваемые властью, или это мифы, которые рождаются вследствие того, что они создаются не участниками событий, или же это мифы, которые создаются социологами и политконсультантами, которые совершенно сознательно создают мифы, например, о красно-коричневом углозе в 1906 году, включая его в эпатический процесс и на этом выигрывая. Чьи это мифы? Чем они запускаются в оборот и для чего они нужны? Потому что незаинтересованность может быть разная. Бывает незаинтересованность, допустим, субъекта просвещения, который пишет историю как историю событий с некой просвещенческой точки зрения, внутри некого проекта реформирования всего и перестройки всему по неким рациональным образцам, а может быть незаинтересованность рынка, когда каждый выступает как субъект рынка и сама власть тоже выступает как некий, так сказать, стейкхолдер, так сказать, в рамках рыночных отношений. Ну, я попытаюсь ответить так, как я понял вопрос. Вопрос там непростой, я так понимаю, там многослойный. Значит, во-первых, если говорить, то есть про те мифы, о которых я говорил, я говорил про мифы, которые рождаются сейчас у событиях тогда. А в вашем вопросе прозвучал еще такой тип мифа, который рождается в это время для сегодняшнего потребления. Ну, когда вы говорите, что кто-нибудь его там специальным образом, реальность представляет так и запускает, чтобы и другие тоже нынешнюю реальность. Вот этот второй тип мифа я, конечно, не имею в виду. Значит, я, когда я говорил, я говорил о том, что сейчас идет производство мифов относительно тогдашнего времени. Но вы справедливо можете сказать, а в чем тогда, так сказать, ценность той политической аналитики, которая, ну, тут он, 96-го года, да, когда вроде бы там люди должны были заинтересованы запустить один миф. А вот давайте, значит, как бы фильтровать, если, в каком смысле запустить определенный миф? Это как правило, как правило, не говорю о помощи, но как правило, свойственно публичным документам. То есть, если вы представляете, что очень много из этой политической аналитики, про которую я говорю, и которая в архивах, у них потребителей было 3-4-5 человек. Я согласен, что и для такого документа жанр мифа возможен. То есть, безусловно, что иногда можно спроектировать специальный документ, который подействует именно на определенного там двух-трех человек. Но это, ну, я думаю, что вот в общем объеме занимает небольшой процент из той самой политической аналитики, которую я имею в виду. Я имел в виду, конечно, та аналитика, которая делалась как диагностика вот текущего состояния и должна была бы способствовать там правильному видению вот этих трех-четырех человек. Она не должна была, так сказать, публично влиять. Это не публичные же документы все. Значит, то есть, условно, а какой расклад нынешних политических сил там в регионе Н? Значит, что там думают бизнес по поводу вот этих кандидатов в губернаторы? Что думают, значит, журналисты по поводу, что думают, так сказать, там какие-нибудь федеральные там чиновники находящиеся? Значит, вот эти там интервью, вот эта вот там сборка какая-то, да, не публичная, она там кладется на стол там двум-трем человеком. Если, да, при этом, заметим, смотрите, кому он кладется? Заказчику. Ну, то есть, клиенту. Клиенту. Ну, конечно, клиенту. Ну, конечно, вы можете сказать так, типа, губернатор Иванов заказывает политическую аналитику некоторому политконсультанту Сидорову, а консультант Сидоров, являясь двойным агентом, еще работает на кандидата X или там еще что-то. И он впаривает этому губернатору Иванову миф. Допускаю такую схему. Будучи, кстати, ангажированным губернатором Ивановым. Я сейчас, конечно, не про такие кейсы говорю. Я говорю о том, что когда губернатор Иванов хочет разобраться там в чем-то, или партийная структура из федерального центра хочет разобраться, что там делается в этом регионе, и посылает туда разного рода исследователей, причем иногда дублируя, кстати, чтобы понимали. Вот мы, например, когда проводили опросы массовые, мы в разных регионах иногда просто сознательно запускали два-три одинаковых опроса с разными подрядчиками, для того, чтобы можно было сравнивать. И получали этот материал, и потом его представляли в отчет. Кто нам специальным образом все три будут впаривать определенную картину? Ну, сомневаюсь. Хотя допускаю и такие вещи. Поэтому я сейчас говорю про политическую или социологическую аналитику, которая делалась именно как диагностический материал, а не как материал воздействующий. Понятно, да? Да, понятно. То есть, иначе говоря, я могу так сформировать, что политконсультант, социолог, аналитик, эксперт, власть не врет. Никогда не в состоянии сказать нечто необъективное, нечто неверифицируемое, нечто сомнительное. Что происходит в это же время с обществом, которое к этой информации может быть не столько недопущено, а в принципе они не ведут, и социолог для себя эти проблемы не формулирует. У него есть клиент, заказчик, отношения, и на этом все заканчивается. Он нейтрален, как нейтрален и человек, сбрасывающий бомбу на Хиросилу. К теме архива политической аналитики, значит, это не очень относится. Я понимаю, откуда болит, значит, по поводу, там, врут или не врут социологи. Я по этому поводу говорю непрерывно, непрерывно, там, 15 лет, могу еще говорить, но это не тема сегодняшнего разговора. Хотите про это послушать? Хорошо. Отвечаю. Значит, за политконсультантом. Вопрос не в этом, не врут или не врут, а как они для себя внутренне формулируют задачи? Позицию. Возможно ли знание об обществе? И в каком секторе оно возможно? Да, очень просто. Если часть информации скрыта, в другой допущено 3-4-5 человек, а третью используют губернаторы во внутриклановой и внутриэкономической борьбе. То есть, что вся информация уже приватизированная, уже стала такими акциями, капиталовложениями. Такими даже не векселями, а уже капиталовложениями. Значит, вот смотрите, только давайте разводить позиции политконсультанта и социолога. Хорошо. Это просто настолько разные. Хорошо, хорошо. Просто принципиально. Я согласна с вами, да. Просто потому, что, значит, социолог по своей позиции, если он социолог, если он не смешивает себя, опять же, с политконсультантами, такое бывает, вот когда он играет такую двойную роль, если он не смешивает, то он занимается в чистом виде измерением, но не изменением ситуации. Политконсультант, у него миссия принципиальная на изменение ситуации. Любым образом, либо, так сказать, он изменяет эту ситуацию просто путем воздействия к совету, рекомендациями к действующему там политику, да, субъекту. Он говорит, там, надо было бы сделать так. Ну, соответственно, так сказать, какие-то там действия произошли. Вот. Или не надо делать так, значит, там не произошли. То есть, в известной степени, все равно он влияет на ситуацию. И его миссия, именно, связанная с изменением социальной ситуации, даже хотя бы на уровне на некоторых лиц, принимающих решения. У социолога, значит, он передает материал, который свидетельствует только как результат измерения. Другое дело, что если дальше эти самые материалы, а, используют тот же самый консультант для влияния на общество или на лиц, принимающих решения, журналисты, опять же, там, для влияния на общество или, так сказать, на лиц, принимающих решения, в этом смысле, тогда получается, что этот социологический продукт уже за пределами, собственно, технологического цикла производства, социологического продукта, начинает играть в другой роли. Не как диагностический материал, а как элемент влияния. И он тогда еще подрезается, редуцируется, оформляется уже как специальное орудие влияния. Вот. Я про это говорил, так сказать, много раз. Я говорю, если уж совсем говорить про историю, вот, пожалуйста, 99-й год. Значит, что ходить далеко. Значит, я получаю журнал из, что называется, супер качественной прессы в этой категории, в котором написано, что рейтинг в этой компартии 7%, он никак не мог быть 7%, он был 20% по всем намерениям. Я, значит, ну, поскольку, как бы, у меня статус, слава богу, был тогда, значит, я, соответственно, там набираю трубку и, значит, узнаю, хочу понять в редакции, откуда вы взяли такие данные. Вот. Там извиняющимся голосом начинают, да, отсылают сначала, так сказать, к социологам, я звоню опять социологическому центру, там извиняющимся голосом говорят, ну, вы знаете, там публиковали так, вообще-то говоря, это был опрос высокодоходных групп и только москвичей. Ну, вы можете представить, да, опрос высокодоходных групп москвичей, среди них, конечно, рейтинг КПРФ 7%, но это подается, как данные, значит, российского опроса. Это влияние, но это не к социологам относится, потому что это действие произведено за пределами собственно социологического производства. Оно произведено уже на этапе политтехнологий. Понимаете разницу? Конечно, понимаю, но это разница, отрезка к последним декадам, а до этого ведь как существовала Заславская или существовал тот же Левада в первые годы своей деятельности. Вспомните, что социологи непосредственно влияли на то, что называется академическим и общественным знаниям происходящим. Именно они производили и норму политического знания, что, собственно, относится к политическому знанию, а что не относится к политическому. Что относится к политическому процессу, что там нужно сказать. Это то поколение, про которое вы говорите, оно и сейчас, оно всю жизнь и все 90-е нулевые оно влияло, потому что у них установка, миссия для них социолога не в измерении, а как раз в том самом конструктивном, позитивном влиянии на лиц, принимающих решения. Они должны донести свое истинное знание о том, как это сказать, и так, чтобы эти политики приняли правильное решение. Они так видели свою миссию, поэтому они влияли и более того, так сказать, в этом смысле, в этом смысле, я, с моей точки зрения, они изменяли свои первые профессии, с моей точки зрения. Но для них это было, так сказать, органично. Потому что они переходили из разряда, во многих случаях, они просто переходили фактически в политическую, значит, позицию, в позицию участия в принятии решений и в влиянии. Конечно. Поэтому вот как раз этот спор внутри социологического сообщества, он очень сильно идет. Вот все, очень многие академические как раз социологи и социологи старшего поколения, для них это вот настолько, так сказать, просто вот приемлемо, органично. они хотят, когда их говорят, там, я помню, пришел в РАКС еще тех, к концу, начало двухтысячных годов, самое, доклады там делали, значит, и вот эта вся публика академическая, вот эта старшая поколения социологов, просто такой плач, мы там невостребованы, социологи невостребованы. Честно, значит, поражаюсь, я сижу в администрации, у меня тут, значит, каждую неделю просто тонны идут социологической информации, да, от разных постеров, я их, значит, там успеваю только, что называется, а они говорят о том, что социология невостребована, значит, это они невостребованы со своими пожеланиями, а измерять они не могут. Вот, как бы влиять и высказывать мысли, идеи, значит, как это надо было бы сделать, это могут, вот, что называется, размышлизмы, но они, прошу прощения, нафиг не нужны были, нужны, нужна была точная диагностика, и она потреблялась в огромных количествах. С какого-то момента, с какого-то момента, я даже точно скажу, с момента, где-то вот после монетизации, где-то после 2005 года, после облома, значит, а потом, после эйфории 2008 года, диагностика тоже, вот, в этих эшелонах власти тоже стала не нужна. Во-первых, не нужно... Выключите на секунду, мне нравится, что там кричат. Да, ради бога. Значит, поэтому, вот, отвечаю на вопрос, социологи, как бы, влияют, не влияют, вот, в моем понимании, нормальный социолог, значит, который ищет, ну, какое-то там понимание реальности, измеряет ее, диагностирует ее, в известной степени даже может говорить про тенденции, то есть, прогнозировать, да, то есть, вот эту функцию, анализ, диагноз, прогноз там выполняет, но в его задачи принципиально не входит влияние, он может предоставлять вот эту информацию, на основе которых ЛПР может принять решение, может не принять решение, такое решение, другое решение, значит, и я в свое время, как бы, вот так вот, для себя такой поставил вопрос, вот, я как профессионал работаю, ну, как бы, со всеми, даже с теми, кто мне, как бы, по гражданской позиции, ну, просто глубоко не близок, но я вот считаю, что я, строго говоря, в администрацию пошел, ощущался в очень многие случаи просто штирлицем каким-то, потому что, ну, категорически, как бы, в отдельных случаях было, так сказать, неприемлемо, хотя, понятное дело, в каких-то моментах просто заносило, там все равно требуются какие-то там рекомендации и так далее, то есть, но, в принципе, для себя, вот, у меня была такая установка, вот, что думает народ, я вам скажу, и обязательно скажу, и даже если вы не хотите об этом знать, я вам все равно скажу, вот, ну, как его обмануть, это без меня, это вот политконсультанты, это вот, значит, и политтехнологи, их вот куча, пожалуйста, вы понимаете, что возможен обман, вы понимаете, что ваши данные могут восприниматься сомнительно и использоваться неназначительно? Конечно, вот, и вот против этого, так сказать, я уже борюсь с... Каким образом? Очень просто, если я вижу, что мои данные некорректно интерпретируются, то, конечно, я против этого протестую, но именно на этапе интерпретации кем-то, ну, например, значит, ну, иногда это просто смешная совсем, там, сознательно ошибочная интерпретация, но самый вот яркий пример прошлого года, пожалуйста, мы делаем супероткрытый, беспрецедентно открытый, такого не было никогда, проект «Открытое мнение». Да, да. Значит, мы публикуем результаты. Сейчас прозвучит фамилия на М, мне кажется. Мне никакой фамилии не прозвучит, я их не произношу. Значит, публикуются результаты, опросы, просто вот берется, вот как есть, берем и публикуем. У нас рейтинг Путина меньше был, чем у ФЦИОМа и у ФОМа. Вот мы старались, так сказать, делать все предельно, там, аккуратно, у нас он меньше, у нас 48%, у ФОМа и ФЦИОМа, там, за 50%. рейтинг от всех, от всех респондентов. Вы понимаете, да, разницу, так сказать, вот не от тех, кто как бы собирается прийти на выборы, а вообще, вот за кого проголосовали, вот 48%. На следующий день, после публикации, газета РУ публикует, значит, заголовок и здоровенную статью с этим. независимые социологи предсказывают второй тур. Значит, ну, можете себе представить, что, так сказать, началось, да, то есть, как бы до этого, значит, все, а тут, значит, независимые социологи, 48%, значит, второй тур. Тут же, значит, тут же, вот прямо, вот буквально, так сказать, через день, четыре публикации, значит, от вот этих, признанных, там, членов кремлевского пула политконсультантов. То есть, просто, вот, пушки главного калибра и отбомбились, значит, у нас. Потом, значит, спокойненько даем аналитику, где просто показываем, что при 48% от всех респондентов Путин, по нашему прогнозу, должен получить где-то порядка 65%, ну, там, даже мы в широких диапазонах в районе 60% до 70% от пришедших на выборы. В первом туре. То есть, второго тура нет. А, значит, ну, собственно говоря, он получил 65%. Почему это? Не самозащитный, мы просто последовательно выдаем материалы. У нас получился опрос, мы его выдали, как сырые. Потом мы, соответственно, сделали, так сказать, некоторую аналитику, посмотрели там прогнозы, так сказать, динамику, представили аналитику. Получил 65%. Значит, пушки разворачиваются, значит, нас бомбят, значит, эти оппозиционеры. Тут же вспоминается, а, Задорин, так он работал в администрации. Так это открытое мнение, это Кремлевский проект. Уже, да, в течение суток, значит, одни и те же данные были проинтерпретированы с точностью до наоборот для определенного влияния. То есть, первое, повлияли как бы на понижение, второе, сыграли, так сказать, на повышение и так далее. Но это игры не социологов. Это игры нормальных политтехнологов, тех, у которых миссия влиять. Они должны биться, они должны за голоса, они используют все, что угодно. Другое дело, что обидно, когда они используют социологию, как, скажем, как, ну, для забивания гвоздей, микроскоп. В том смысле, что измерительный инструмент используется, как элемент, так сказать, именно влияния, воздействия, при этом, понятно, значит, используется, что высокий, относительно еще пока высокий символический капитал, значит, науки. Под видом науки идет чистая политтехнология. Ну, собственно говоря, я бы этом писал. Но разве вот те ситуации, которые вы описываете сейчас, так досконально и точно, не возникают в следствии того, что сами социологи, не заявляя своих ценностных позиций, что сами социологи фактически относятся к собственному знанию позитивски. Мы, измерительный прибор, вы сейчас говорите, мы даем сырой материал, а не пусть аргументы, факты, размышления, размышлизмы, это не наше. И это, на мой взгляд, это позитивистки, это что, аминсконт? Абсолютно. Я просто полностью, вот я махровый, позитивист. В начале 21 века? Да. Значит, я буду стоять на этом, и стою давно, и вот ровно про это, так сказать, и говорю. Почему? Я хочу сказать, почему. потому что я в известной степени дорожу там профессией, дорожу статусом профессии, и хотел бы, чтобы к тем данным, которые выдаются там под маркой, там, допустим, моей компании, относились с доверием все. А что, значит, если, что будет, если я при этом каждый раз буду заявлять определенную там свою ценностную ориентацию? Ну, то есть, вот что, например, делает там ВЦИОМ или Левада-Центр? Вот они задают свою политическую ценностную ориентацию, просто не стесняясь. Разную. Разную. Противоположную. Но задают. Данные у них очень близки, заметим. Вопрос, так сказать, в интерпретации в описании. Но, как только, так сказать, социолог говорит, значит, вот у меня тут 48 процентов, и это, конечно, ужасно, это плохо, и так далее, и тому подобное, то я уже не верю этим данным. Почему? Потому что у меня есть, так сказать, сомнения, связанные с тем, а, грубо говоря, там, правильно ли он это все сделал, померил, не сказались ли его эти ценностные ориентации на том, как он построил инструмент, как он, значит, значит, соответствующие эти измерения. Вот вы знаете о том, что мне в свое время администрация заказала просто работу по сравнению данных социологических центров разных, значит, чтобы посмотреть, а в чем там действительно, почему там такие вот различия? У меня было, значит, ФОМ, Ревадо-центр, Башкирова, там, 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 не вдаваясь в разные подробности, но, например, ЕР у ФЦИОМа всегда на 10-12% было больше, чем у ФОМ. Это много? Да. Это очень много? Конечно, 10% значит, от всех. естественно, ну, вот, если вот так вот просто отнестись, то сразу, а, понятно, ну, в ЦИОМ, так сказать, ясное дело, государственная структура, там, докручивая, значит, что там, значит, но если посмотреть просто сюда дальше, то выяснится, что ровно на эти 10% у ФОМа больше затруднившихся ответить. Что это означает? Это означает, что фактически у ФЦИОМа просто чуть-чуть более жесткое интервьюирование. Ну, почему? Потому что ФОМ, например, там задает, за кого вы проголосуете? Он говорит, не знаю. Ладно, пошли дальше к следующему вопросу. А если задать при этом просто, ну, а все-таки, то респондент, который в текущий момент, не зная своего выбора, он довольно часто падает в социальную норму, ну, в воспринимаемую им как социальную норму, в такую позицию, а, ну, как бы, ну, все принято, наверное, за ИР. и по большому счету, вот, значит, у меня такая гипотеза возникла, я сначала не понимал, а почему, так сказать, у них такая большая, что за школа такая более жесткая? выясняется такая вот щемящая душу подробность, что, на самом деле, это сугубо организационная фишка, связанная просто с регламентом. У ФЦИОМ, который, когда инструкции передает всем подрядчикам в регионы, у него просто есть штрафные санкции за низкая заполняемость анкеты. Понимаете, число миссингов больше, чем значит, анкета бракуется. У ФУМа не бракуется. И там много людей фиксируется, как затруднившиеся ответить на тот или иной вопрос. А УФЦИОМ бракуется или там штрафуется. И интервьюер просто становится некоторым образом чуть-чуть заинтересован все-таки, ну не то, что дожать респондента до того, чтобы он все-таки что-то ответил. Но вот иногда сказывается. И вот вам, пожалуйста, а уж можно наплести по этому поводу мифов о том, что вот, это ФЦИОМ специальным образом, он, конечно, делал. Он, так сказать, вот. Так вот, я вернусь. У ФЦИОМа и УЛЕВАДы приблизительно одинаковые данные. Приблизительно одинаковые. Реальность, она померенная, она вот приблизительно одинаковая. А если не считать некоторых закидонов, которые, ну уж сознательно с всеми профессионалами фиксируются. Иногда у ФЦИОМа, иногда у УЛЕВАДы. Это когда просто сама постановка вопроса некорректна. Я в таких случаях все не вспоминаю один вопрос УЛЕВАДы-центра. Как вы считаете, что было бы лучше, чтобы Ходорковский сидел в тюрьме или чтобы он вышел на свободу и работал на благо страны? Очень любопытный вопрос. Очень любопытный вопрос. А интерпретации разные. И поэтому я говорил, что я хотел бы свою политическую позицию при представлении данных, социологических данных оставлять при себе. И на этом позитивистам остаюсь. Ваши речи, как такие подземные толчки перед землетрясением, все время я слышу, пульсируют слова вера, доверие, уверенность, доверие, доверие, доверие. Это часть вашего позитивского кодекса в какой-то степени, ведь вся социология наша, как ни странно, строится именно на принципе доверия, исследование степеней доверия. Но взапные социальные мысли, гуманитарные мысли современной теоретики демократии типа, скажем, Пьера Розен-Валлона уже давно рассуждают о том, что суть современной демократии, современного отношения к общественной действительности заключается в том, что мы должны говорить не о доверии, о способах организации недоверия. Как современный российский социолог хотел бы, мог бы, должен был бы работать с существующим, может быть, в этой стране социальным недоверием, и как он вообще аналитически эту проблему воспринимает? Учитывая то, что с точки зрения современной гуманитарной теории, мы имеем дело вовсе не с доверием, а с определенным дискурсом доверия, с изобретением доверия, но не с доверием как таковым. Любой гуманитарный теоретик вам скажет, что мы имеем дело с дискурсивными системами, с определенными конструкциями, и цель любого аналитика просто показать ограниченность действия этих конструкций. Другое дело, что и эти мнения можно воспринимать эти же инструменты. В отличие от позитивического скептицизма, которые касаются фактов и интерпретации, здесь методологический скептицизм касается установок. Здесь можно говорить о психозах, неврозах, травмах или дискурсах, мифах, но не о политических решениях, политических свободах, политических установках или политическом выборе. — Да, я размышляю в категориях доверия, и буду размышлять в этих категориях, и мне, строго говоря, глубоко по поводу этого мейнстрима и разных современных, зарубежных мыслей. — То есть это реальности не существует? — Да. Я хочу сказать, что я себя, по крайней мере, совершенно четко позиционировал в свое время. Это был осознанный выбор, почему я из аспирантуру ушел, не защищаясь и не стал защищать. Потому что я сказал, что прикладной социолог — это другая профессия, это отдельная профессия. Это информация, которая должна играть в принятие решений. — Это не наука, это индустрия. Прикладная социология — это индустрия. Это сейчас отрасль, которая связана с производством огромного количества информации, призванного участвовать в принятии решений. Разных бизнес-решений, маркетинговых решений. Большая доля, как известно, прикладных социологических исследований — это маркетинговые исследования. По объему денег — это 70-80%. Это для чего? Чтобы бизнес-субъекты принимали правильные решения действовать на рынке. «Этот товар не хотят покупать, а этот хотят покупать. Потому-то, потому-то. Это должен быть красным, а этот синим. Тогда будут восприниматься». К этому относятся плохо потому-то, потому-то. Потому что он такие изъяны имеет. Политики — то же самое. Соответственно, социальные реформы — такие-то намерения, а граждане хотят так-то. И в этой связи там очень много повторов, много воспроизводств. В этом смысле нет производства научного знания. Нет. Там нет научных открытий. Это именно большой поток информации для принятия решений разного рода. Так вот, если говорить про индустрию, то для меня доверие — это просто ресурс для производства социологического знания. Потому что при низком уровне доверия к социологам, к социологической информации, вообще к этой индустрии, мы, во-первых, просто теряем, вот грубо, тупо теряем респондента. То есть, на самом деле, тот самый главный и единственный источник информации, который, так сказать, у нас есть. Вот ученый, социолог-ученый академический, вот он там может размышлять про дискурс, про, значит, все, что угодно там, про симуляторы. Находясь, так сказать, вот в кругу некоторых своих таких же там близких, источником его информации являются, ну, очень многие разные вещи, но только не, собственно, массовые там мнения людей, зафиксированные в вопросах. Ну, в редких случаях участвуют. И так не очень. Это вот игры с некоторыми моделями. А я произвожу такую информацию. Для меня доверие, оно просто вот принципиально. Вот, условно говоря, отказов от участия в вопросе 50% или 70% может оказаться критичным. Понимаете, да? Вот. А если, значит, в обществе развивается отношение к социологам как к манипуляторам, шарлатанам и прочим разным этим самым политтехнологам, участвующим в играх, то, естественно, доверие падает. Ровно поэтому моя позитивистская позиция здесь, она обоснована интересами индустрии, интересами производства, значит, этой самой качественной информации. Все. Вот просто. Да нельзя. Значит, и более того, хочу еще сказать, что если это информация, которая предполагается, что она будет участвовать в принятии решений, то ей должны, значит, доверять и люди-потребители. Значит, а кто? Ну, те же самые управленцы, самого разного уровня. Социальные управленцы, бизнес-управленцы и так далее. Если они, опять же, получая эту информацию, предполагают, что это, на самом деле, не просто информация, и это инструмент влияния определенных сил и так далее, то он тусцет к этому соответствующему. Вот я все время рассказываю, для меня это, так сказать, очень важный такой момент, что я, в общем, представлял, что записки, аналитические записки по итогам социологических исследований там на президента, они должны быть сухие, так сказать. Ну, я не представлял, насколько. То есть, вот, записки должны быть вычищены, вот, не просто интерпретацией, просто от намеков на интерпретацию. Вот, я там написал, там, первый, когда только пришел, там, первое общественное мнение о Чеченской войне, да, вот оно и пошло, так сказать, мне там, три страницы, да, было на президента, на БН. Значит, мне ее возвращают на уровне замов руководителей, говорит, короче, и вот это, так сказать, там, мои, там, соображения о том, чтобы это значило, вычистить. В конце концов, входил лапидарный текст на полторы страницы с шестнадцатым кеглем, где просто фактура. Почему? Я понимаю, почему. Потому что любая моя интерпретация – это тоже влияние на лицо, принимающее решение. То есть, они сознательно это понимали? Да, конечно. Вот, нет, они сознательно, они могли, так сказать, понимать это инструментально, в том смысле, что они сами хотели влиять и добавлять к ним свою интерпретацию. Я в этом смысле никаких иллюзий не питаю по этому поводу. Там, будь здорово, сколько было, так сказать, советников на том уровне, на котором проходили эти записки. Вот. Но, по крайней мере, от социолога уходила совершенно очищенная информация. В массе своей, вот она просто была предельно очищена. Я иногда мог ее, так сказать, в устном виде отдельно, там, на совещаниях или еще как-то проинтерпетировать, там, и сказать. Ну, как записка, она выходила. И только поэтому, поэтому в известной степени я могу представить, что ЛПР там любой, он, так сказать, доверяет ей. Потому что, да, вот он относится к ней как к фактуре. Он потом может вызвать там кучу советников, сказать, и что это означает, и что мне делать. Но потом. И даже этого социолога может как бы вызвать. Но потом. А сначала социологическая информация такого рода очищена. Вот. Поэтому, как бы, закругляя и резюмируя, значит, доверие, то есть важнейший элемент социологии вот в ее вот этой ипостаси. То есть социология как производство, как индустрия производства социологической информации для принятия решений. Важный, важнейший элемент. С одной стороны, доверие участников разных опросов, ну, разных опросных процедур. Вот не только же опросные вещи, правильно, это там интервью, фокус-группы и так далее. Все равно там некоторое доверие должно быть. Все равно, так сказать, количество отказников должно быть там меньше, чем, да. А с другой стороны, доверие потребителей. То есть доверие и источника информации, и потребителей информации. И это, без этого, без этого работать, так сказать, невозможно. В отличие от академического социолога, который может работать в условиях тотального недоверия. Ну, это постановка достаточно универсальной задачи. Ваша модель должна быть универсальной во всех ситуациях, при всех обстоятельствах. Ну, почему? Нет, я говорю только про конкретную профессию. Важна самоокупаемость, точность, доверие клиента, соответственно. Я говорил про профессиональную позицию, которую я занимаю. Профессиональная позиция прикладного социолога, индустриального социолога. То есть должна быть вещь, которая готова к употреблять. Это просто. Да. Ну и, пожалуй, последний вопрос. В нашем обществе есть по меньшей мере две амплитуды отношения к власти и две амплитуды политического развития. Это амплитуда, в которой движутся, может быть, критики власти. Это правота и виновность. И амплитуда, в которой движутся сама власть. Это победа и поражение. Социолог. К какой амплитуде ближе? Современный социолог российский. Простите, у нас заразит невинных формакаций. Да. Если бы я знал, конечно. Я бы лучше тогда написал бы тот текст, который не мог написать в последний месяц. Потому что, конечно, я не предполагал мне, о чем таком разговаривать. Проще всего сказать, что я просто не мыслю в этих самых категориях. Я делил эти профессиональные позиции, давно уже делил, даже в публикациях есть. Есть социолог ученый, у него основная задача производства некоторого научного знания и основная целевая аудитория референтная, такие же, как он ученый. Есть индустриальный прикладной социолог, у которого потребители, это как раз вне профессионального сообщества. Есть, значит, социальный инженер, который ориентирован на влияние, на изменения. Ну, такой, как бы уже такой вот технолог, социальный технолог. Если говорить про победы и поражения, то они разные для этих трех профессий, вообще говоря, очень разные. Что для меня, вообще говоря, являлось бы победой или поражением? Только то, что относится к тому качеству социологической информации, которую я представляю. Значит, а именно, бывают такие моменты, когда, значит, ну как сказать, измерение не происходит. Я что-то неправильно сделал, на самом деле, неправильно построил инструмент измерения, технологию выстроил, значит, объект как бы неправильно померил, но ушел в сторону, а я, значит, там следы его, так сказать, измеряю. Вот. Это для меня поражение. Значит, победа, если, значит, все выполнено точно. А победа и поражение ученого, так сказать, это совсем другие. А уж тем более социального инженера, у которого действительно в этом смысле целью является изменение и поражением является либо отсутствие того изменения, на котором он работал, либо просто контр-изменение, то есть прямо противоположно. Это для него, так сказать, совершеннейшее поражение. Он хотел, значит, чтобы вот такая реформа пошла там в обществе, она там пошла другая. Он хотел там либерального направления и продвигал ее, и действовал таким образом, расставлял шаги, а пошла, значит, там, условно говоря, в консерватизм, в традиционализм или еще что-то. Вот. Вот меня такого рода, так сказать, как социолога вот прикладного, вот такого рода победа и поражение, ну никак не волнуйтесь. Вот. 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 Продолжение следует...